читаем брат поздоровался с нами жемалдинов пожелал здоровья удачи спасибо николай антон колесников доброго суток дьякова логовская здравствуйте жумова добрый день ольга привет москва поцелуева хакаси червушки так мария я червушках был три раза в этом году последний осколок от прежних советских времен ваши червушки абсолютно идеальное место вот те не надо никакого опыта ничего не надо только раздобыть хороший санкс но на рынках продает кроме одного двух продают южное и даже червушки хоть там и теплее не выдерживает и второе что надо не подходить посадить и не подходить многие считают что как же так помните говорил про северное садоводство вот чем отличается от южного деревья маленькие там на юге караул дерево огромное разве можно его не обрезать вы посмотрите во что оно превращается да режьте на здоровье а нас уральцев сибиряков и этих самые вот малогодцев и прочих этих самых поставщиков оставьте в покое ах измельчают плоды мне это лучше измельчить мелкие чем из левячей дерево оно погибло ольга привет москва а поцелуева да хакаси то есть вы еще не знаете ольга какой красоте это не ольга а мария в какой красоте вы живете вот то что сейчас там все еще на рынке встречаются абрикосы до 80 грамм весом что еще многие даже на этом зарабатывают вот и даже скупщики нет скупщиков сейчас скорее уже нет все-таки а изобилия уже позади когда люди несли только лишь бы отдать за любые деньги только вы скупщиком это сейчас у кого стали сами торгуют тоже времена закончились так уже чем укрывает персик в кау как как на полудинской себе спрыгнетесь у нас морозы нечем у железа в минус 45 и больше у нас такие морозы были вот но потом перекрыли плотину значит водохранилище милища начало копить тепло отдавать его в 2-3 градуса плюс имеем по сравнению с допустим даже бывало 4-5 градусов по сравнению с нашей же степью вы не зря сказали 40 минус 45 у нас минус 45 это обычно только отъедете от города несколько километров вот и минус 45 а тут такая же сибирь как и где вот просто хорошо что жить возле газ хорошо жить возле тепловой подушки хорошо отгородиться от северного ветра хорошо 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 много хорошо вот тогда будет вам счастье так а грил бесполезное занятие не помогает заранее благодарю значит я не знаю чем укрыли этот персик но это видимо еще только маленький был персик может минусинский жил может сейчас жив здоров мой друг которого я примерно помню как зовут сейчас победу вообще вот вчера помню зато вспомню сегодня нет вот тот который мне привез 20 саженцев персика который у меня до сих пор есть хотя прошел за лет 18 и вот у него он укрывал сад а сад все равно погиб я стал его как бы правоприемником то есть у меня есть и неукрывные но они постоянно полу обмерзшие полу замерзшие не скрывая но главное они живы это их главное достоинство и перспектива вот если у меня выжили значит на большей части европейской России жить будут и вот получается что он их чем-то укрывал он каждый год рассказывал мне когда приезжал 100-200 килограмм персиков собирал но один год они погибли почему не знаю вот ну а укрытие ну чудо павлова все знают наберите сюда чудо павлов послушайте его как он укрывает а как укрывает чернобаев у которого каждый год большой хороший враг значит вначале лапником наклоняется на собой почти горизонтально лапником заваливает много лапников а потом еще по моему тоже огрел и переносит нормально но у него еще микроклимат еще покручиваем его я всегда наблюдаю раньше просыпаются растения раньше зацветают а там теплее дальше значит Арсен советует сажать теплицу тоже не подарок ой уже то что поливать надо постоянно уже это я например ленивый уже поэтому теплицу не люблю так учителю здоровья в саду привет так поцелую его как приехать красный хутор значит объясняю приезжать закончились то что раньше назывались экскурсии вот то что не презентации вот все это уже надоело всем и мне и Сергею и Татьяне несколько часов рассказываешь показываешь потом концерте говоришь ну кто-нибудь книжку купите в ответ тишина да вы знаете спасибо вы нам лучше вот еще скажите вот еще у меня пять вопросов ответьте на них и все а зачем мне их вот так бывало в общем устали мы все значит зачем можно приезжать вот например например вы Мария Пачлудова вы звоните Татьяне Железовой моей невестке и говорите я хочу купить саженцы это слова это пропуск вы догадываете естественно чем паковать посылки знаете как это возникает сколько каждый человек который сам приедет это праздник поэтому звоните ей говорите я хочу приехать считайте пароль произнесен 8 913 444 3178 а там я часто бываю почти каждый день когда я вижу там это у нас как бы два участка через дорогу они там это самое я тут я когда или Татьяна позвонит они вопросы задают доставлю я говорю сейчас приду отвечу никогда не отказываю ну уже те кто проехал за Саренский может и другая пароль произнеси я обязательно куплю книгу я перед вами буду расстилаться как ковер персидский 8 913 444 3178 Татьяна Александровна наверное можно можно с голоса идет 8 913 444 3178 Татьяна Александровна А если меня там увидите, мою машину, 944, скажите, я так мечтаю с железом познакомиться. Вот. Ну и все, идем дальше. Так. Причите на добрый вечер. Ой, что-то много тут еще. Так, Настя, першик нужно в середине августа пригнуть. Ой, вы знаете, мне так обидно бывало, когда я пару раз ломал першики, привитое, кто пробовал пригнуть. С тех пор только не привитое. А потом укрывать любым сухим материалом. Хоть полытью сухой, главное, чтобы была вздушная прослойка. Как говорит Латинко, один сантиметр воздуха держит один градус мороза. Я видел еще, не буду говорить о кого, не хочу давать лишнюю рекламу человека, который меня как бы обманул. Вот. У меня получается зуб, поэтому я по-моему не называю. Ну, нельзя же не воспользоваться тяжелым опытом. Представьте себе, какие огромные картонные коробки от современных холодильников. Представили? Можно начинать с картонной коробки, которая там, из-под бутылок, из-под сигарет. Вот просто картонная коробка. Уходить маленький персик. Персик растет, коробка больше. Достать их всегда можно. Крупные мегаполисы, или как это называется, не мегаполисы, а магазины. Мега. Вот. У них всегда этих коробок потом у них вывозят на славу. Вот тут-то вы бы разживитесь, пожалуйста. И когда разживитесь этими коробками, очень удобно в них. В них достаточно тепло. Понимаете? Достаточно. Вот. Особенно если, ну, если вы купили на юге, или купили тот, где почти, наверное, привезет с юга, там коробки может не хватить. Может не хватить, поэтому там уже надо уплатить побольше. Насчет самое, казалось бы, лучше всего, это снегом засыпать. Вот их кто держит, так всех держат. Но опасность в том заключается, что если он привит, допустим, персик на абрикос. Засыпали снегом. Подвой абрикосов и может сгнить. Раз. Значит, сам персик, вы знаете, когда очень много снега, пока он растает, и персик может долго находясь в мокрых снегу, персик может просто-напросто это выпилить. Вот поэтому надо вовремя, если укрывать снегом, надо вовремя от снега избавиться, когда минует опасность серьезных морозов. Вот сколько я наговорил. Так. Данила. Привет всем. Настя. Насчет рамок, Олег Васильевич, право. Четыре года пытаемся на участки, где рамки. Четыре года пытаемся на участки, где рамки крутятся, деревья. А что значит пытаемся? Ну, а, они растут. Да, где рамки крутятся, деревья расти не будут. Значит, спасибо за моральную поддержку, только вам от этого не легче. По большому счету, никогда нельзя брать участок, перед этим не проверив, рамками. Ну, если у нас это лженаукой призвано, ну, что я могу сделать, ну, что за страна такая? Гибнут люди, на этих лежат выросшие дети, больные. Вы знаете, что не может ребенок иметь рак, если он не просто взять заболеть раком. Или надышался канцерогеном, или наелся канцерогеном, или лежит на месте, где это, где рамки крутятся. Ну, можно же спасти детей, ни одного, ни два, миллионы, но никто же не хочет этим заниматься. Так. Борис, добрая света. Так, теплицы нет даже для томатов, за сон, не говоря про пешки. Потому что нет, у нас нету. Архангельская область, привет. Александр, после прогибания пешки, вот, то сил, где этих сель, снег. Согласен. Сружимова недавно узнала, что в Хабарске теплее, а в эту зиму минус 40 всего лишь было. А у нас до 48 зимой и в мае было минус 10. ё-моё. Минутку, а где у вас? Всё, что разошло, и Семён под прогривом погибло. Так, что делать? Данил, анекдот про зайца. Ну-ка, что тут? А, за анекдот про зайца я заработал вот такой вот жест. Ну, сам по себе анекдот про зайца вам интересен? Конечно, конечно, с большими яйцами его заносит, поэтому пришлось ему отказаться. Но, смысл за анекдотом, надеюсь, вы поняли, почему именно. Сейчас я о нём рассказал, а не за столом с бутылкой. Екатерина, здравствуйте. Какой абрикос вашего ассортимента вы могли порекомендовать для Тверской области? Тверской области. Моя постоянно в обратной заморозке. Есть вообще шансы вырасти абрикосы или тверской? Для меня Тверской области, это, знаете, ну, почти Африка, ну, чтоб Тверской области-то не вырастет. Это всё в обратной заморозке да, есть. Сколько раз говорю, берёте абрикосы ранние, средние, поздние. Не залейте, пусть у вас будет 10-20 абрикосов. Ну, пусть они цветут с разбегом в месяц. Обязательно какие-то. Вот. Есть супер абрикосы вроде моего манджурца. Ну, может быть, да нет, не помню я ни одного года, чтобы на нём плодов не было. Было как-то всего ведро. На были такие страшные годы на 2-3-5 ведер. А потом ещё годы, а там уже на нём 40 ведер и больше было. Ладно, поговорили, я пошёл на кухню, в холодильник за корсочкой. Сейчас. Сами напросили. Сейчас. покажу для банки. Третья банка у меня у людей, которые посовкой занимаются. Не могу показать. И причём я заранее знаю. Покажу, расскажу, а потом окажется, что ни одна косточка всё равно никто не купит. Итак, ассорти. Это ассорти манджурских абрикосов. Так. Вот. Это то самое, которое разброс будет. У каждого косточки из этого ассорти есть ещё папа. Предсказать невозможно. Тогда получается, что почему они в этом году у меня плодоносили? 2024 год. А потому и плодоносили, что они попали под заморозок, но не все. Поняли? Это один пример. Вот они косточки. Но эти по 25 рублей. Это без скидки. Хотите 20-20 год? 15 рублей, пожалуйста. На десятку дешевле. Не всё. Химера, Фаины. Вот они. Но тут правда у меня кое-кто уже купил заранее. Посмотрим фильм. Осталось сколько тут? Сотни, полторы костик. Чем она хороша? Это было в этом году. Я показывал раз в 10. Прокажу фильм. Обязательно покажу. Она была в этом году из культурных самая урожайная. Почему химера? Потому что это самый культурный манчжуриц на планете. Вот это. Ну какой размер кости посмотрите сами. Дальше значит. В третьем у меня ещё есть это самое сейчас там банка я отдал чтобы мне нафасовали по 10 штук. Помните эти мешочки пасуют? Она не в моей квартире а в другой. Вот эту хотим показать. Почему? Поздний. Уже когда вообще абрикосов нет а на дереве висят ещё даже зеленоватые. Вот этот момент. Раз. Теперь значит вот то что я пропустил не просто ассортие. Вы наметили фамилию Лысенко? А это значит что я их прокаливал на солнце. Мне нужно чтобы кто-то кто попал взял посадил получил не получил зашли не зашли вот но чтобы кто-то взял со своих и следующую осенью отчитался ой весной какая у него схожесть потому что Полысенко прокаливание на солнце даёт очень важное качество по схожести. Проверить надо но нет у меня сил не буду я проверять. Возьмут возьмут нет принципиально выброшу. Всё. А то помните человек говорит ну вы раздавайте ага вот всё раздал а остался это знаете что такое пенсия смеяться будете всё показал вам то что у меня есть сейчас запоминайте есть есть ассорти полысенко на солнце прокалённое на таком сильном солнце есть химеры фаины самое урожайное дерево в этом году это же не случайно так и культурных и наконец поздние поздние маньчжурцы которые больше всех шансов уйти от заморозка увидели как дерево было плодами облеплено я всем этим хвастался всё я на ваш вопрос ответил вот а что в Тверской области ещё не вырастет смешно просто ЦСК Здравия Куржумова обмень Тюмень а вы Тюмень ну нашли куда ещё это вообще ужас какой-то Тюмень так теперь я ещё сразу не посмотрел ой Тоня Скубарева на месте спасибо что ты с нами вот сейчас ещё хотел посмотреть пару хобили которая на ком ну когда вижу свежую фамилию у меня так на душе хорошо ладно народ начал исчезать 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 всё комментариев рекоментировать больше не буду смотрите мы с вами закончили так последний месяц действуют скидки скидки солидные схожесть моих вы проверяли проверяли в этом году только один человек сказал я вначале растерялся мне так обидно было и жалко этого человека женщина вот это ничего не взошло вам от них взошло и всё и только когда она сказала что она посадила сама без сертификации мне немножко стало легче помните мой последний фильм 50 на 50 две корзины с яйцами наверное если понадобится всё у него уже сад рос вот так всё заканчиваем друзья заканчиваем даже проснусь с одного заказа это последние три три вебинара посыпаюсь утром на одного заказа потом один два один два вот всё таки ещё нормально садоваться но будем надеяться на лучшее а вдруг одни ещё минутку не отключусь знаете почему я не смотрю на компьютер там много подоград а а а а брат прислал ссылку на вебинар вот так ну всё друзья спасибо за фотографии вот те фотографии перекочуют у меня знаете куда мой архив не хватает данных это для меня поэтому не будет не лишнее если вы возьмёте и сообщите свои адреса телефоны а то красивая фотография дальше чё вот а я буду дуть свою линию если на самом савене загород москву а я как говорю когда будут загорать москву будет пассиво но всё равно соглашайся в конце концов я как как любишь Сибирь но нам садоваться не поднять там некому вспомни выпустить себя ведь это твои антиподы гонору спеси сколько какой ты металлург а у нас фикарное образование за это образование это самое надо не дипломы давать а какой нибудь как называются гол себе отдавать хотя вы девчонки не виноваты вам внушили что-то всё правильно что деревья неправильная почва неправильная надо всё померить отрезать вот это ужас какой-то какие советы даёте а вот это наша школа у нас таких ребят 10-20 сейчас все бы могли институты и ведь с высшим образованием вы понимаете большинство половина хотя бы и даже сельхоз я Александр смотри я буду продолжать 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 и продолжать у меня нет другого выхода кроме как это раскручивать потому что появляется цепочка Сергей по 12 часов на кране сидит какой черт и селекция нахапал везде этих новых сортов на привал здесь некогда пленку снять снимай пленку я не помню где-то привал почти не помню да вот руками разводят а потом на другой день на кран а потом на цепной а потом на кран а потом на цепной а потом просили за другого поработать вот это что селекция все высказался до свидания прощаюсь с вами другим ненадолго ровно на неделю до свидания